МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, мои хорошие! Что наделал Кипр? Такой переполох на планете? Даже Путин заговорил о несправедливости нашей. И, кстати, срочно велел декларировать недвижимость за рубежом. Даже Задорнов с ним согласился. Речь идет о том, что депутаты или госчиновники, точнее, не имеют права и возможности, по мнению, в том числе, руководства страны нашей, иметь, скажем, незадекларированную собственность на территории других стран и иметь счета в зарубежных банках. Ну, правильно, конечно. И, конечно, ну, а как с ними бороться? Другое дело, что это ничего не даст, честно говоря. Но, как Гоголь говорил, за намерение уже надо благодарить русского человека. Все равно они найдут какой-то способ. Внебрачные дети, мертвые души, Гоголь вечен. И что-то найдут. Но хотя бы у них начнется головная боль. То есть, кто-то должен им головную боль сотворять. Вообще, мне кажется, наш президент начал играть в опасные игры. Когда Цезарь подобное сделал с сенаторами, он недолго после этого жил на белом свете, между прочим, он играет с огнем. Потому что чего-чего, а вот собственности ему не простят. Если действительно наезды начнутся, если это не на бумаге, у нас ждут интересные события. Придется ему их сажать, прежде чем они начнут провокации против него организовывать. Сажать, сажать и еще раз сажать, батенька. Ну, если у нас по этому принципу сажать, то партию власти, партию регионов, в Теряге по перекличке будут выкрикивать не по фамилиям, а по номерам. Номер один. Житло родины Азарова у Австрии. Номер два. Нардеп Павалей задекларировала дом в Испании. Трехэтажный таунхаус. А за сколько продала две квартиры в Киеве, не помнит. В прошлом году мы продали две квартиры. Еще за сколько, скажи? Там, я не помню, там где-то... Больше двух миллионов. Да, несколько миллионов. Инспекция лучше знает, насколько это точно. Они лучше знают все. Они знают точно. Дом в Испании это так, чтобы тут в Украине счастливее жилось. Чтобы все тут покращивалось. Интересно только работа в России, жилье в Испании. А кто ж вы ради кнопки будет давить вместо тебя? Да, ярко ты наша испанская. Номер три. Тегибка. Номер четыре. Клюев. Летает к себе домой в Австрию на личном самолете. Номер пять. Александр Ефремов. Богатейший человек страны. Фигурант трех уголовных дел. Последние два мошенничества. Ну, со сменой власти все благополучно закрыто. Перечислять еще? На пресс-конференции Азаров вертелся, как уш на раскаленной сковородке. Валенком прикинулся. Мол, не знает, сколько наших денег умыкнули из страны и спрятали на Кипре. А на кой стране? Такой премьер, который ничего не знает. Одно из двух. Или с коня упал, память отшибла. Тогда надо, Яноч, к врачу лежать в постельке, таблетке, уколы, капельницы, а не рулить страной. Или, если врешь, что не знаешь, вот целой стране же врешь. Ты зачем народу? Такое брехло. В Украине почти умерла промышленность. Сам так сказал. На последнем месте Украина по показателям промышленного производства. В январе спад вообще не 0,01%, не 0,1%, а 3,2%. А вот в Армении, наоборот, вырос почти на 12%, в Кыргызстане на 14%, даже в Таджикистане на 5%. Мы потеряли заводы, промышленные мощности. У нас ничего не строится. А наши миллиарды с благословения премьера шито-крыто уплывают на Кипр. Посмотрите, как он растерялся. Заюлил, завилял хвостом, мол, такая молодая, симпатичная. А шо ж вы присоветуете, шо делать? Украиночка оказалась с перченым характером. А ему добряча прищемила этот кокетливый хвост. Не, каже, я б вам порадила, якби была вашим радником. Але я хочу почути вас. Чи знаете вы, что делать с Украиной? На отмену от российской, украинская влада никак не отреагировала на можливое введение Кипром податку на вклады. Но не секрет, что от такого решения постраждают украинские компании и физические люди. Про какую сумму втрат может идтися, что украинская влада планует совершить. И вообще, в принципе, вам известно, сколько украинских денег на Кипре? А какую бы вы хотели от нас услышать реакцию? Какую? Вот скажите, вот вы такая молодая, симпатичная. Вот какую бы вы хотели бы реакцию услышать? Чтобы вас президент Кипра испугался? Я перепрошу, а вы премьер-министр? Да, но мне же хотелось с вами посоветоваться. А вы знаете, что делать в этой ситуации? Ну, конечно, знаю. Но мне хотелось бы еще раз, я говорю, с вами посоветоваться. Ну, я хочу вас почувствовать. Подскажите, какая реакция от нас должна быть? Ну, я, мабуть, когда стану вашим руководителем, я вам буду подсказывать. Ну, Виталий Евгеньевич, запишите в руководителе. Я шучу, конечно. Вот если бы вы мне подсказали сейчас, я 100% вас бы записал в свои руководители. Ну, мы хотим быть уверены, что украинская влада знает, что делать, и в любом случае захистить украинскую экономику. Там наши деньги. Значит, ваши гроши, да? Вот я вам что посоветую? Хранить деньги в национальной валюте и в наших национальных банках. Вот этот эпизод при всем его негативе, он в принципе, так как и любое, значит, скажем так, отрицательное явление, всегда носит и позитив. Он говорит о том, что, скажем, масштабы украинских капиталовложений мы можем только косвенно оценивать. А хоть ориентованную цифру. Ну, чего мы с вами будем гадать? Я примерно могу оценивать. Ведь такого учета, сколько нашего капитала вышло на Кипр с учетом сложности перевода, то это очень трудно сделать такую оценку. А чего вы у этой журналистки не спросили? Я похож на дурака? Она бы не постеснялась сказать вам правду. Понравилась мне эта девчоночка. Вот так причесала, что не скоро очукуется. На Кипре только у Коломойского межбанковских депозитов 445 миллионов евро, а средств физических и юридических лиц 752 миллиона евро. Это так, маленький штришок к вашему портрету, господин уходящий премьер-министр. По некоторым данным экспертов, так там вообще 53 миллиарда – это почти годовой бюджет страны. Кстати, ваша попередница, Яныч, Юлия Владимировна, отчаянно сражалась за закрытие этого кипрского офшора. Публично на митинги прокричала на всю страну. Тегибко, где 100 миллионов долларов? Ты на Кипре продал банк за 900 миллионов, и в бюджет страны должен положить 100 миллионов. А ты украл. У пенсионеров 100 миллионов, а теперь повышаешь им пенсионный возраст, чтобы не платить им пенсию, чтобы повыздохали до пенсии. А, этот Тегибко, впрочем, и сегодня всех имеет в виду, казалось бы, кризис на Кипре, а он туда переводит свой бизнес на Кипр. Тому, що там працює англійське право, яке створює більш на діні умови щодо захисту власності. Вот що-то я не слышала, щоб наш кровосисний топол ногами, на кого-то там орал, забудь дорогу на Кипр, отдай народу 100 миллионов. Эти гибко при нём, как вареник в масле. И он сам с сыночком, с австрийским подданным. И все олигархи были с кипрскими щитами, теперь будут с швейцарскими. И всё чики-пуки. Так что, да, трудно, дедочка, оценивать, сколько нашего капитала выведено на Кипр. Понимаете, да? А вы такими провокационными вопросами заставляете его лоб морщить и гадать. И ещё один вопрос сделал из Азарова по смещи. Видите ли, ему не очень нравится, что журналисты своими липкими ручонками хватает министров за рукава дорогих костюмов. Микола Янович, доброго дня. Я думаю, что в уряде понимают всю важность работы журналистов, которые информуют общество, поэтому мают право ставить вам запитание набагато частейше, чем вы проводите прес-конференции. Чому тогда вы отгородились от журналистов чёрными стричками в урядовой зале заседания? Я ставила це запитание Виктору Федоровичу на прес-конференции 1 березня, и он пообещал провести нараду с вами щодо открытости уряду. Натомість, минулого тижня в уряді были запроваджены ещё более журналисты правила для работы журналистов. Запитание, когда вы снимете чёрные стрички, и че станут министры больше открытыми для ЗМИ? Так, а что это такое? Когда проводится заседание уряду и акредитуются журналисты на заседание уряду, то визначена пресс-зона, где работают журналисты, а где работают за столом заседаний члены уряду. Так вот, между пресс-зоной и местами для членов Кабинета Министров есть такая стричка, которая означает эту зону. Раніше її не було. Ну, ви хочете красного цвета повесить? Ми взагалі не хочемо стрички, їх не було раніше. І перед заседанням уряду журналисты могли поставити хоча б кілька запитань. Ну, давайте пресс-службі я поручаю, поразберітесь там. Якщо не нравятся чёрные, повесьте красные. Не, не треба вешати никакі вообще. Ну, как вам? Похож на дурака или нет? Оппозиція вызвала Азарова к доске во время часа вопросов правительству. Ну, вместо вопросов предупредила. Що резолюція о выражении недоверия к обміну в Верховной Раді уже зарегистрирована. І щоб он не сильно волновался, йому гарантирують мінімальну зарплату 1147 гривень. А мінімальну пенсію 894 гривень. І щоб він собі ні в чому не отказував. У нас є тільки одно повідомлення. Перше. Хороше повідомлення, що цей уряд з'явиться у парламентській залі рівно на наступному пленарному тижні. А погане повідомлення, вони з'являться тому, що опозиція зареєструвала резолюцію недовіри Кабінету міністрів України. Вас треба гнати в відставку. Але є ще одна хороша новина. Ви не розтроюйтесь, якщо ми вас в відставку відправимо. Ми вам призначимо мінімальну зарплату 1147 гривень і мінімальну пенсію 894. І ні в чому собі не відмовляйте. Як говориться, до свідоць, Яноч. Написав би сам в відставку по состоянию здоров'я. Їй Богу було би красиво, без позору на старості лет. Ну, а какой атаман, такі у нього і засланные казачки. Як тільки ось цихалинський парашютист про Барматал, чого це там про Ришельє, с ним все стало ясно. Вся Одеса була в шокі, коли він содрал потолок в мэрии, переименовал улицу имени Сережи Варламова, отодрал строительные леса с фасадов, а через год их же стал приколачивать. Пляжи рушатся, балконы падають вместе с бабушками, штукатурка градом сыплется на машины і калечить їх, а аеропорты і прибрежні землі куде-то ісчезають из коммунальной собственности. Дороги превратились в послебомбюжную фронтовую полосу. Рухнувшие деревья раздавливают не только авто, но і дома-магазини, а это сахалинське недоразумение строит глазки одесситам з билбордів. Ні стыда, ні совість. Раздай бедным бабушкам і дедушкам по сто гривень, і люди будуть вспомінать тебе добрым словом. Нет, извините, но я процитирую ваше письмо. Своей задницей уселся нам на голову і поздравляє. Да кому ти здался? Пошел ти со своими поздравлениями подальше. Мало того, що сожрал наші денюжки, так ще умудряється Київський район поздравлять на території Малиновського района, приписувати себе чужі заслуги, делать ошибки в великом русском языке. Бориться за него. Видите, как бориться? Слово «восстановлене» по-русски вообще-то пишется с двумя «с», потому що приставка «воз» і корінь «стан». «Воз» – «становлене». Ну а що значить переделати билборд? Будет стоить уже не 10 тисяч, а 20 тисяч. А мраморная плита с ошибкой? Так это ж вообще уже не 20 тисяч, а все 40 тисяч. А сколько ж он перепортил этих мраморных плит? То замість медалей напише «медалів», то герой социалистичной праці напише «безьги» с двома крапками, то отчество градоначальника Григория Григорьевича Морозли перепутает с Котовским, обзовет его Григорием Ивановичем. Но лишь бы ж себя где-нибудь в мраморе припечатать, наследить в истории нашего города хоть чем-нибудь. Я вам уже рассказывала и показывала, сколько стоит один билборд на один месяц. В плену маразма. Одесский мэр переплюнул и товарища Сталина, и дорогого Леонида Ильича. Билборд на артиллерийской стоит 4992 гривны. На Днепропетровской и Заболотного, там где супермаркет «Семья» – 5200. Белинского – 5850. На Балковской и Херсонский сквер – 7800. А теперь внимание. Вот очень интересный документ. Где деньги Зин называется, вернее, где деньги Рогачка. Себе в карман положила и ушла? Или все на кактуса пошло? Это, между прочим, наши с вами деньги, потраченные на все безобразие. Видите? КП «Одесса реклама» заработала 4 936 тысяч, а потратила те же 4 794 тысяч. То есть варила бульон с яиц. А что 12 тысяч чистой прибыли? А нам досталось 57. То есть в бюджет положили всего-навсего 1%. 57 тысяч. Опять одно из двух. Или за 15 гривен билборд сдавали, или всем по 7-10 тысяч, а Петрушка бесплатная. Вин же бидный. Наглости и бесстыдства ему уж не занимать. Посему видно и его тяжбе с Викойлом. Грош цена в базарный день. Олег, я обещала вернуться к обсуждению вашей версии, что Койлсов сам и есть инициатр этого шума вокруг Викойла. И вы знаете, ваши аргументы меня убедили. Вы пишите. Первая версия, возникшая у нашей редакции, редакции Думской. Мэр каким-то образом договорился с хозяевами Викойла, и восстание из пепла старого договора является чуть ли не его личной инициативой. Другими словами, никто ничего застраивать не будет, а электорату просто вешают лапшу на уши, создавая народному мэру-хозяйственнику имидж борца за счастье Одесское. И вот тот факт, что Костусев, мне нравится эта фраза, в силу особенностей характера. Вот еще раз подчеркиваю, все это видят, эту особенность характера. И она главная причина всех этих скандалов и истерик. В силу особенностей характера и по причине, занимая его во властной вертикали места, совсем не способен публично бросить вызов маломальской серьезной структуре. Вы согласны? Особенно если ее поддерживает каким-то образом официальный Киев. Вот съел же он дарение аэропорта, хотя точно известно, с самого начала был против, то, что это грандиозная пиар-акция, а никакая не борьба с алчными застройщиками, подтверждает и тот факт, что отбить притязание Викойла, ну проще аж простого. Для этого не нужно подставляться под штрафы, уголовное преследование. Достаточно просто вынести соответствующие проекты об утверждении эскиза застройки и землеотвода на сессию горсовета и благополучно провалить голосование. Все! Или поторопиться с корректировкой генплана, который не предусматривает строительство на склонах. Однако вместо этого всего устраивается истерика, готовится глупейший митинг по зданиям Приморского суда и другие громкие и страх, какие популярные, но совершенно бесполезные мероприятия, вроде обращения к президенту с мольбой о помощи. Чего вдруг? Ничего не делает Костасев и для наказания виновных. Вот кто подписывал договор с фирмой в 2004 году? Начальник горуправления инженерной защиты города и развития побережья Владимир Соколов. Кстати, он работал с вами, господин Петрушка. Почему нет заявлений о привлечении его к уголовной ответственности? Почему мэр не инициирует расследование в отношении других чиновников той поры? Ну и, наконец, разве всплывшая вот эта история с Викойлом не повод для того, чтобы с позором лишить Баделана звания почетного гражданина Одессы? Об этом наш трибун и не заикается. Видимо, на то есть причины. Да, полагаю, Олег, причина одна. Это все для того, чтобы развесить по городу, ну, там поближе к выборам, еще пару тысяч билбордов с победным рапортом. Я отвоевал склоны. Ну, манечка такая у Петрушечки. Любоваться самим собой, красоваться на билборду, и все. Ну, что им делать для нас, для одесситов? Вот 23 марта, когда в Одессе бушевал ураган, а штормовой ветер с корнем вырывал деревья, крушил машины, срывал крыши дому, рвал провода, парализовал движение трамвая, сей Сахалинский парашютист признался на своей страничке, что весело провел вечер, хохотал на концерте юмориста Стоянова. В кадетцию Эдуарда Гурвица я своими глазами видела. Вот в такие непогоды сам Эдуард Гурвиц никуда не уезжал из мэрии, дневал и ночевал в рабочем кабинете у телефона. И вся его команда была на боевом посту. Свет в окнах мэрии, не газ до утра. Тут, повторяю, нет слов на все это. Впрочем, прочту пару комментов. Они очень точно отражают отношение одесситов к руководству города. Может, хватит удивляться, Володя пишет, на этого дебила. Нужно уже принимать радикальные меры. А второе называет себя Петрушку с грядки. Фотография внизу называется «Пир во время чумы». Как-то своей неадекватностью задрал совсем. Ну и последнее. Юмористы Одессы. Последняя запись Фейсы. Мэра Костусева вызывают на концерт в кавычках к генеральному прокурору. «Почтите мою память обо мне. Ваш», а в скобках «Почти не ваш», а «А». Костусев.